Основные вопросы касались строительства Узельнинской поликлиники. Минздрав Московской области определяет сроки сдачи объекта до конца этого года. Конструкторское решение, которое там прорабатывается, должно быть завершено 22 мая. Теплый контур 14 июня, ну это значит, что окна вставлены, крыши есть, дверные проемы заполнены, фасад 15 сентября, ну и все работы связаны с водоснабжением, канализованием, отоплением, с луботочными системами, с вентиляцией, отделочными работами, благоустройством, озеленением, в том числе пуск и наладочные работы должны завершены быть 25 сентября. То есть мы планируем поликлинику 25 сентября завершить. По просьбам жителей поселка на время строительства поликлиники в Зеленом городке отремонтировали помещение, где будут работать педиатры. Кабинеты уже готовы к приему маленьких пациентов. Обсудили и другие острые вопросы касаемо здравоохранения. Например, там, где фельдшерско-акушерские пункты не будут восстановлены, в связи с тем, что, я еще раз говорю, легче новую построить, на этот период времени будет определен порядок выездных в фельдшерско-акушерских пунктов, которые в районном районе должны появиться, их два будет, которые будут ездить по территории, по графику, который будет согласован с жителями, он будет удобно привязан к месту, и не надо будет жителям никуда выезжать из деревни в деревню, он будет ездить по маршруту и представлять медицинские услуги на территории. Такая форма тоже предусматривается, она удобная, жители ее поддержали. Быковский переезд – еще одна не менее важная тема для жителей Удельной. Долгожданное строительство путепровода через железнодорожные пути уже началось. Срок сдачи – 25-й год, но по поручению губернатора объект должен быть сдан досрочно. Также в этом году будет начато строительство надземного перехода рядом с остановкой Удельная. Мы для того, чтобы снизить эти случаи, начали попросить железные дороги, потому что это полоса отвода железной дороги, чтобы они ограничили переход людей, потому что там гибнут люди. Но учитывая, что там ходить все-таки люди ходят, им надо передвигаться с одной стороны, а не идти через Удельную снова и возвращаться сюда, должен быть какой-то переход. Мы попросили для того, чтобы был разработан проект возможного перехода и с точки зрения финансовых затрат оптимальной, и удобства для жителей. И такой переход запроектировали. Этот переход с лифтовым оборудованием, которое будет поднимать те, кто маломобильные группы населения в том числе. С 15 марта текущего года Минтранс ограничил движение для большегрузов на Быковском переезде. Соответствующие дорожные знаки уже установлены. Вопросы касаемо ремонта и содержания дорог, благоустройства дворов и опиловки деревьев переданы директору территориального управления. Екатерина Фролова, Егор Кабанов и Андрей Минкин для программы «Городские вести».